МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. На повестке дня резонансное ДТП в Кандалакше. Состоялось заседание общественного совета при полиции. В Кандалакше заложили аллею любви. Общественники высадили у пешеходного моста 20 саженцев рябины. До выборов губернатора осталась неделя. Кого собираются поддерживать горожане? Сегодня в Кандалакше неподалеку от пешеходного моста через реку Нива была заложена аллея любви. С идеей провести такую акцию выступила организация Дети войны. Приурочить ее решили к 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, который отмечается в этом году. Аллея любви, созданная руками десятков кандалакшан, станет не только символом памяти о том подвиге, который совершили наши деды и прадеды, сражаясь с фашистами, но еще и примером объединения сразу нескольких поколений. Ведь к акции по высаживанию молодых рябинок подключились не только ветераны, люди старшего поколения, но и местные власти, студенты Кандалакшского индустриального колледжа, педагоги учреждения, работники лесничества. Когда мы были молодыми, моложе, комсомольцами, вот этот город весь мы посадили, вот все, зеленый город, и бережем до сих пор, и продолжаем сажать эти деревья. И вот как раз вот эта акция, то есть акция, или вот этот союз наш с этим училищем, вот как раз нам и передать эстафету, чтобы дети вот тоже сажали эти деревья, своим детям передавали, чтобы берегли лес наш, потому что сплошь и рядом сейчас вот не видишь, чтобы кто сажал, а ломают деревья, надо беречь. Так вот эта молодежь, я думаю, они своим детям уже передадутся. Я еще вчера сказала, когда они копали ямы, ты будешь своего сына подвел и скажешь, вот это мое дерево растет. И ребенок уже будет знать, что надо традиции соблюдать. Так ведь? Каждый внес свою лепту, власти предоставили землю, студенты с педагогами подготовили лунки для саженцев, а молоденький деревца предоставило лесничество. Ветераны и дети войны высаживали рыбинки. Было очень приятно почувствовать эту связь поколений между уже взрослым и молодым начинающим, поучаствовать в этом мероприятии. Это первое дерево, которое я в жизни посадил, я думаю, я его надолго запомню, так как деревья до этого не сажал. Наши студенты вместе с ветеранами уже очень сильно постарались, многое сделали. Вчера выкапывали мы ямы под деревья, сегодня же непосредственно вместе с ветеранами мы их сажали. Идет такое объединение поколений, что наши студенты и ветераны вместе, можно сказать, за руки посадили эти деревья, чтобы все помнили о том великоподвиге, который они совершили. И молодое поколение помнило все это. Я думаю, это как бы и пример, и наше завещание детей войны молодому поколению, что надо помнить об этом. И эта оленя посвящена, эта высадка этих деревьев, эта олея посвящена вот этому 70-летию разгрома фашистских войск. Я думаю, что молодежь должна это понять, помнить и чтить традиции. Олея любви, которую в честь 70-летия разгрома немцев в Заполярье сегодня заложили в Кандалакше, будет расти и радовать глаз прохожих. Кроме того, участники экологической акции обязались взять на территорию шефства. Представители общества «Дети войны» и учащиеся колледжа намерены наведываться сюда постоянно, следить за состоянием олеи, наводить здесь порядок, заниматься благоустройством. Общественники также выразили надежду на то, что и хорошему примеру последуют и другие горожане. А значит, количество красивых мест, парков и аллеи, где можно отдохнуть в Кандалакше, станет больше. Сегодня в местном отделе полиции состоялось первое после летних каникул заседание общественного совета. На встрече были подведены итоги работы общественного органа за последние полгода, а также представлен доклад об оперативной обстановке на территории Кандалакшского района. Отдельно в повестке дня стоял вопрос о двух резонансных ДТП, произошедших в нашем городе в августе месяце. О том, как продвигается расследование двухдорожных аварий, в результате которых пострадали люди, общественники поинтересовались у стражей порядка. Напомним, первое ДТП случилось 8 августа в вечернее время у супермаркета «Авоська». Иномарка сбила на пешеходном переходе двух женщин с тяжелыми травмами. Пешеходы были доставлены в ЦРБ, в то время как виновник ДТП до сих пор никакой ответственности не понес. Свободно разгуливает по городу и виновник аварии возле взрослой поликлиники. Она произошла 30 августа. ВАЗ-15 модели на полной скорости снес металлическое ограждение, а после с места происшествия скрылся. К счастью, в этом ДТП никто из пешеходов не пострадал, но травмы получили пассажиры легковушки. Как пояснили в полиции, по этим двум фактам правоохранительными органами сейчас проводятся проверки, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовных дел. В любом случае, отметили сотрудники Кандалакшского межмуниципального отдела, ни один виновник ДТП от ответственности не уйдет. Накануне кандалакшские пожарные снова занимались ликвидацией возгорания в заброшенном здании военного госпиталя на улице Фрунзе. Стоит отметить, что с начала текущего года, это уже 14-е по счету происшествия на объектах Министерства обороны. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного. В четверг в районе 8 часов вечера по прибытии на место огнеборцы обнаружили два очага возгорания на кровле заброшенного строения. В ликвидации происшествия были задействованы два отделения пожарной части номер 60, а также автолестница и сотрудники ПЧ-64. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Не допущено было его развитие благодаря грамотным и сложным действиям работников на данном пожаре. Опасности работы на данном объекте уже говорилось неоднократно. Писались информационные письма во всевозможные инстанции. Сложность данного объекта в связи в том, что сгораемые перекрытия междуэтажные, происходит их уже обрушение, что представляет реальную опасность как для участников тушения пожара, так и для тех лиц, которые могут находиться в данном помещении. С требованием ограничить доступ посторонних лиц не только в здании госпиталя, но и на другие объекты Министерства обороны, несколько раз выступала и военная прокуратура. Однако, как говорится, ВОЗ и ныне там. Редакция программы «Пульс города» тоже не осталась в стороне. Не так давно мы обратились в администрацию президента России с просьбой обязать Минобороны обеспечить охрану государственного имущества, коим является и дом офицеров, и здание госпиталя. Трасса Кандалакшала-Курти-Сала будет отремонтирована до конца текущего года. Такие данные представили в Министерстве регионального развития Российской Федерации. В ведомстве отмечают, что проект по реконструкции дороги финансируется за счет программы приграничного сотрудничества «КолАртик». Его реализация позволит значительно улучшить транспортную инфраструктуру на юге Кольского полуострова, увеличить грузы и пассажиропоток через КПП «Сала». Далее новости короткой строкой. На улице Горького неподалеку от санэпидемстанции началось строительство здания следственного отдела. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета. Как мы уже сообщали ранее, со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета, решение о возведении нового здания и месте для его размещения принято давно. Участок выбран не случайно. Здесь проходят все необходимые коммуникации. Есть возможность для подъезда крупной специализированной техники. Проектом строительства предусмотрено возведение трехэтажного здания с подъездными путями и парковкой. В будущем, в 2015 году, в Кандалакше планируется провести реконструкцию здания детского сада, расположенного на улице Спекова. Данные работы предусмотрены государственной программой Мурманской области развития образования на 2014-2020 годы и муниципальной программой развития образования Кандалакшского района. В библиотеке на Советской 2 открылась выставка книг, поступивших в учреждения в течение летних месяцев. Всего вниманию читателей представлено около 40 новых изданий, в их числе произведения современных российских авторов. Экспозиция будет работать до конца текущего месяца. С начала лета в Кандалакшском районе зарегистрировано 14 краш велосипедов. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, полицейские просят жителей нашего города внимательнее относиться к сохранности своего имущества. Не оставляйте дорогостоящие велосипеды, самокаты и скутеры у подъезда в жилых домах, а также на лестничных клетках. Выпускники, готовьтесь писать сочинения. Такая форма проверки знаний школьников включена в число выпускных экзаменов. Примерные направления тем, которые учащиеся должны будут раскрыть в своих творческих работах, уже определены. Их всего пять. Ознакомиться с перечнем можно на сайте Управления образования. Писатель из Кандалакши Олег Бундур стал серебряным призером Всероссийского конкурса «Новая детская книга». Творческое состязание среди авторов, которые пишут для детей и юношества, уже пятый год подряд проводит издательство «Росмен». В пятом ежегодном Всероссийском конкурсе «Новая детская книга» участвовало 4000 рукописей, присланных писателями со всей страны. В июне из лучших работ был составлен шорт-лист. Произведения, включенные туда, читала и оценивала строгая жюри, в состав которого вошли видные общественные и культурные деятели России. В этом году победители и призеров определяли сразу в нескольких номинациях. Детские сказки и рассказы, воспитание чувств, нон-фикшн, волшебный фонарь, рассказы и сказки о животных и природе. Именно в этой номинации учрежденной совместно с Центром «Амурский тигр» был отмечен Кандалакшанин. Олегу Бундуру присвоено второе место за книгу «В гостях у белого медведя». Это произведение стало итогом путешествия нашего земляка летом прошлого года на Северный полюс. Через неделю, 14 сентября, в нашей стране пройдет единый день голосования. В разных субъектах России состоятся выборы. Жителям Заполярья предстоит выбрать главу региона, губернатора области. На пост губернатора Мурманской области претендует пять человек. Знают ли о них горожане и кого они готовы поддержать? Эти вопросы мы ровно месяц назад задавали прохожим на улицах Кандалакши. Тогда выяснилось, что горожане имеют весьма смутное представление о кандидатах на губернаторское кресло. По всей видимости, тогда участники предвыборной гонки не проявляли особой активности. Сейчас агитационная кампания переходит в самую активную фазу. На протяжении длительного времени у кандидатов была возможность заявить о себе. Получилось ли это у них, судя по итогам нашего сегодняшнего опроса? Нет. Кандалакшане по-прежнему плохо осведомлены о том, кто претендует на должность руководителя Мурманской области. Ознакомлены ли вы со списком кандидатов? Ну я только кофту знаю. Ну мы по телевизору только все видим, кто идет. Хотя бы пару человек. Ну я, например, за эту женщину. Ну вроде считала, но я уж их не помню. То есть вы можете хотя бы, ну, может двух человек назвать примерно? Кто там? Я не помню, я по мере не помню. Ну на губернатора Марина Ковта. Ну и еще там как-то. Кто не помнит? Списком депутатов в губернаторах? Да, 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 да. Мало. Ну примерно хотя бы пару человек сможете назвать. Пару человек? Нет, знаю только Марина Ковта. Ну толком ничего не скажу, потому что лично не знаю никого. Поэтому он. Ковтун. Ковтун. И все, больше не говорю. Макаревич. Александр. Двух человек, да? Только про Ковтун. О кандидатах. Только про Ковтун знаю. Только про него. Не надо нас. Это везде Ковтун, везде, везде. Ну за кого буду голосовать, да, знаю. Знаете, да? Да, да. Поэтому как-то к остальным кандидатурам выбор уже сделан. Так что... О предстоящих выборах губернатора Моно-Моноцкого? Ну да, Марина Ковту. Только о ней, да, конкретно? А что-либо о других кандидатах? Знаете, нет? И Марина Ковту. И еще кого-нибудь. Честно, больше нет, как бы это. А вы сами пойдете голосовать? Ну, постараюсь, да. Ну, я думаю, ближе к выборам уже так это определюсь. А пойдете голосовать? Ну, конечно, пойдем. Все ходят. Да, я каждый год ходу. И это все новости на сегодня. Далее вас ждет рекламный блог, а после него прогноз погоды. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю хорошего настроения, интересных выходных и увидимся в понедельник в это же время. Всего вам доброго и до встречи.